Привет, как дела? Сегодня пришла пора рассказать вам о том, как я работала няней, с чего я начинала и как это было в разных семьях. Сегодня я расскажу про свою первую семью. Это, я уже говорила, семья индусов, которые отучились в Кембридже и были финансистами. То есть они не были такими уж ярыми индусами, которых мы можем встретить в Англии, в Лондоне. У них был чистый лондонский акцент, кембриджский, наверное, и у них было две дочки. В этой семье я работала больше хаускипером, чем няней. У них было две девочки, одна в возрасте 4 лет, другая в возрасте 6 лет, на тот момент, когда я пришла. Обе они уже учились в школе, ну, как бы подготовительная, что ли, школа для первой, для 4-х летней. Вторая уже ходила в первый класс, по-моему, или во второй. Честно говоря, про детей я мало что знаю, потому что я ими занималась только в моменты, когда не было основной няни. Основная няня с ними учила уроки. Три раза в неделю она приходила. Учила с ними уроки, занималась какими-то развивающими играми. Они занимались. А я в это время клинила весь дом, убиралась. У них было 5 комнат на, как бы, на трёх этажах, получается. То есть у них каждая комната на полэтаже. У меня была моя маленькая коматушечка, по-моему, метров 5-6, где была буквально кровать, стол и шкаф. А также у них была огромная кухня, огромный зал, лонч, где они встречают гостей. Потом выше чуть-чуть была моя комната с душевой. Дальше шла комната родителей, ещё чуть выше на полэтажа. Потом ещё чуть выше на полэтажа была гостевая комната. И ещё чуть выше на полэтажа была детская. В каждой комнате, кроме гостевой, был свой собственный туалет и ванна. У меня была душевая, у девочек тоже, нет, у девочек тоже была ванна. И в мои обязанности входило упирать этот дом каждый день с 2 до 5-6. То есть в 2 часа я начинала, приходила из школы английского языка, начинала, раскладывала всё по местам. Если что-то было разбросано, кстати, в этой семье, по сравнению с другими семьями, у них всё было чётко, что мне очень понравилось. А не каждый, ну кроме девочек, естественно, убирал всё сам за собой. У них всегда было чисто, в плане не захламлено. И убирать в этом плане было легко, кроме ванны. В ванне было очень много всяких тюбиков, и вытирать пыль. Всё это надо было выгребать, потом вытирать пыль и обратно составлять. Ну и помимо этого девочки всегда чистили зубы в родительской ванне, и вся паста была разбросана, размазана по всей раковине. Каждый день я приходила домой со школы и начинала уборку. То есть чистила ванны, убиралась в комнатах, мыла полы, пылесосила каждый день. Для меня это, конечно, было о май гад. У меня болела спина. Я никогда так не убиралась, никогда не работала хаус-кипером, никогда не работала уборщицей и так далее. То есть у меня были хорошие должности в Петербурге. Но тут вот реально физическая такая работа. Четыре часа в день ты должен что-то клинить, ты должен что-то убирать, протирать, вытирать пыль, пылесосить. И вот эти вот тяжести, так сказать, на четвёртый этаж или на пятый, я не знаю, как это посчитать. Но, в общем, по лестнице вот так вот подниматься с пылесосом каждый день, спускаться, потом с ведром, с водой, со шваброй всё это мыть, было очень тяжело. Я прямо ложилась на лестнице, когда спускалась и немножечко так отдыхала. Протирать все эти лестничные проёмы надо было, пыль стирать, все полки, всё это составлять. Ну, что я рассказываю? Это, кажется, что там содержать дом в чистоте, на самом деле это очень муторно. Потом я уже как-то начала так немножечко хитрить. Думаю, блин, ну я только вчера протирала пыль здесь, потрогала, никакой пыли нет. Хорошо, так, буду пыль вытирать по вторникам и пятницам. Пылесосить буду по понедельникам, средам и пятницам, мыть полы по вторникам и четвергам. Ну, как-то так. Ну, если, естественно, я вижу, что чисто. Распределяла так свои обязанности и немножечко нагрузка с меня спала. То есть, как-то проработала логистику своей работы. С девочками же я работала или в дни, когда няня не приходила, то есть я забирала их из школы. Мама девочек официально представила меня в школе другим родителям, которые тоже встречали детей. Там у них так интересно устроено. В школу приходишь только к определенному времени. Там, по-моему, было в 4 часа, когда детей отпускали из школы. И девочки должны были отпроситься у воспитательницы, указав на того, кто их забирает. И вот мои девочки указывали на меня, и воспитательницы должны были меня знать. Поэтому в первый день мы пришли с мамой девочек, и она представила меня в воспитательнице и другим родителям, чтобы они знали, что я их официальная вторая няня. Вот. Девочки, хоть и маленькие, но они гоняли на самокатах. Там это очень развито. И я даже иногда боялась, что они уезжают от меня подальше, а потом где-то останавливаются и ждут. И я боялась, что они под машину так попадут. Я им кричу, они даже не поворачиваются. Вообще они очень часто надо мной так подтрунивали, подшучивали. У меня тогда еще английский не очень хороший был. Я им пыталась что-то сказать, а они типа «мы тебя не понимаем». Ну, в общем, девочки такие были, пронырливые. И вот что мне нравилось в этой семье, мама всегда писала на доске, на кухне, какие сегодня задания, какие у девочек мероприятия, во сколько часов они должны быть дома, или во сколько часов мне их надо забрать, чем покормить, что на завтрак, что на обед, что на ужин. Еду им готовила специально приходящая индийская повариха. В основном они ели карри, ну, всякую индийскую еду. Помимо этого, что я жила у них дома, они мне платили зарплату 120 фунтов в неделю. Они мне также покупали еду, то, что я закажу. То есть мама всегда спрашивала накануне ее заказов, что мне купить. В основном я заказывала рыбу, курицу, ну, и там какой-то, может быть, сок, молоко, в зависимости от того, что мне надо было. А потом она уже перестала спрашивать, потому что она примерно поняла, что я кушаю, и стала мне постоянно покупать и рыбу, и курицу. И мне приходилось даже иногда уже готовить и добиться этой курицы, потому что, ну, как положено, две пачки на неделю она покупала. А иногда мне не хотелось две пачки, она все равно покупала. В общем, главное, что покупала, потому что обещали, купили. В других семьях мне тоже обещали покупать еду, но потом как-то все сошло на нет. Еще очень важную такую штуку я у них в этой семье. Вообще в каждой семье я брала какие-то фишки. И мне очень понравилась такая штука, когда они готовили что-то в духовке, они клали на противень фольгу, заливали растительным маслом, чтобы ничего не пригорело и ничего не прилипло к противню, к фольге. И уже накладываю еду, которую надо приготовить на противне. После того, как ты приготовил свою еду, сложил все в контейнеры, они всю еду в контейнерах в холодильниках хранили. Тоже очень интересно, там один контейнер на 4 порции, один контейнер на 2 порции. Ты знаешь, где и что у тебя находится очень быстро, очень четко. Классно. Мне нравилось устройство логистики в этой семье. И вот так вот, когда жир уже застыл, и можно сложить эту фольгу и спокойно выкинуть. Не надо ничего там оттирать, весь этот жир прилипший, все эти прилипшие куски еды. Замачивать в воде, потом всю раковину чистить, потому что вся раковина становится жирной. Нет, все в фольге сложил и выкинул. Очень удобно. Я взяла это на вооружение, теперь даже мама у меня этим пользуется. Еще я открыла для себя такой продукт, называется Борвилл. Еще есть Мармайт, но вот девочки, конкретно одна, вот младшая, кушала хлеб с таким соусом Борвилл. Он попахивает так вроде бы мясом, ну что-то такое мясное ощущается. Единственное, что говорят Мармайт и Борвилл англичане очень любят, но тут надо знать, как им пользоваться. Оказывается, этот соус надо намазывать буквально там чуток, буквально мазнуть на хлеб с маслом. Чуточку-чуточку, не намазывать такую огромную порцию, иначе это будет вообще невкусно, и это бе. А так мне даже самой иногда нравилось кушать этот хлеб с Борвиллом. То есть я открыла для себя вот такой, ну не майонез, не соус, я не знаю, что это, но что-то такое интересное. То есть чисто типично английский продукт. Еще у девочек была такая система, они не ложились спать, если они не выпьют на ночь. Теплое молоко из баночки с соской. Вот прямо в 4-6 лет для меня это было шоком, что они пьют прямо из соски на ночь. Если не дадут им этого молока, они не лягут спать, они не уснут. Какая-то странность такая, ну такая вот особенность этих девочек. Однажды девчонки вместе со своей няней готовили, у них в школе есть такие уроки, где они должны что-то приготовить дома. И они на эти уроки должны приносить и рассказывать, как они готовили, что они делали. Иногда продают какие-то пироженки, тортики. А вот эти вот девочки маленькие, ну начинают они естественно с базовых каких-то функций. Готовили какие-то рисовые такие пироженки из хлопьев, которые они едят на завтрак. Плюс там какие-то прослоки типа сгущенного молока, но что-то другое, карамельный какой-то соус. В общем было очень вкусно, когда я поела. Мне прямо хотелось еще одну взять. Я же люблю сладенькое. Но девочки все сложили в контейнер и унесли в школу. Жалко. Потом я узнала у них рецепт, выписала, но никогда не готовила сама. Маленькой девочке очень нравилось. Я когда убиралась, иногда включала свою музыку русскую, что у меня в телефоне была. И там пела о студии Fashion Girl. Fashion Girl, огонь и грация, в твоих глазах магнит и акварели лето. Она без ума была от этой песни. Всегда просила, включи Fashion Girl, включи Fashion Girl. Сидела, что-то там играла в компьютере. Кстати, телефоны им запрещали играть только 20 минут в день после того, как они выучат все уроки. Я говорю, организация в этой семье была очень четкая, очень классная. Мне нравится. Я тоже возьму на вооружение, как воспитывать детей. Так вот, включи мне Fashion Girl. Сидит такая, слушает. Каждое слово, вести, сидит, слушает. И когда припев идет, Fashion Girl, она сидит, да я так смотрю, поет. Нравилось. Не знаю, чем, какими-то звуками, видимо. Ну и сам текст русский она слушала каждый раз, когда включала. Иногда по три, по четыре раза приходилось ей включать эту песню. Она прямо кайфовала от нее. В 2012 году, когда я у них работала, в октябре, в ноябре месяце, в декабре, по-моему, ну где-то вот в этом районе, была очень дебильная погода. По-моему, в районе пяти недель шли постоянные дожди. Да, было там солнечное небо буквально там с девяти до десяти утра, и потом опять дождь. Дождь, проливной, ливни постоянные, у меня случилась глобальная депрессия. Я не могла никуда выйти, естественно, без выхода куда-нибудь. В этой семье я работала каждый день, кроме выходных. Вот в выходные я всегда куда-нибудь выходила, чтобы как-то развлечься, отвлечься и, ну, забыть про эту работу. Ну, естественно, у меня были всякие репортажные съемки и встречи с друзьями. А тут беспробудные дожди, никуда не выйдешь, просто до магазина добежать, а то весь промокнешь насквозь. И вот у меня случилась депрессия, я тогда, помню, мыла полы и слушала свияша. Что делать со своей жизнью, типа? Ну, реально, у меня была очень такая депрессия. Думаю, блин, что я сюда приехала? В какой-то индийской семье мою полы, чищу унитазы и пылесошу все их ковры. Я говорю, зачем? Ради чего? Ну, и вот уже где-то в декабре они уехали, по-моему, в Индию под Рождество. А ко мне друзья пришли, у меня был день рождения, 7 декабря, и пришли друзья. Вот мы с ними сели на кухне и стали играть в Монополию. Было очень весело, интересно, забавно. Помимо этого, им очень понравилось гонять на детских самокатах по кухне. У них кухня огромная. И вот после этой глобальной депрессии, когда уже погода наладилась, ко мне встали, у меня под моим окном был их сад, но над садом был козырек. И вот на этот козырек постоянно приходили чьи-то соседские коты. Я их чем-то подкармливала. Они лежали у меня там, то на солнышке загорают, то просто в окно лезут, давай, типа, мне что-нибудь пожрать. Такие прикольные. Один раз я их фотографировала, снимала. Один раз такую рожу, прям он мне в камеру залез. Такая фотка получилась, до сих пор кайфую от нее. Но на тот момент, когда я у них работала, брат еще был жив, и к нам приезжала мама. Она в основном всегда жила у него. Но на выходные, так как я была свободна только в выходные, мы с ней встречались. Просила я свою семью, можно ли у меня мама переночуть. И они нам разрешали. То есть мама периодически ночевала у меня с субботы на воскресенье или с воскресенья на понедельник. Так что разрешали они мне приводить домой маму с ночевкой. Ну вот пока и все. Такие мелкие детальки и что-то еще, если я буду вспоминать, рассказывать, расскажу про эту семью. Девочки у меня есть одна только фотография, когда они на Хэллоуин нарядились, и мама разрешила мне их сфотографировать. Вот так вот они выглядят. Да, он достаточно веселый, но, конечно, с моим английским они надо мной поиздевались немножко. Но ничего, теперь я знаю английский, и теперь надо мной никто издеваться не будет. Пока на этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok